Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баскетболистки Самары уступили в столице, а самарские дзюдоисты завоевали целую россыпь наград на всероссийских соревнованиях. О победах и поражениях в рубрике «Новости спорта». В Самаре началась подготовка к параду памяти. Традиционная работа оргкомитета стартует именно 15 октября. В этот день, в 1941 году, Куйбышев получил статус запасной столицы. В город на Волге было эвакуировано более 40 заводов со всей страны. Сотни тысяч жителей губернии работали день и ночь, чтобы приблизить победу. 7 ноября 1941 года в Куйбышеве состоялся крупнейший военный парад. В память о тех событиях в Самаре проводят парад памяти. В этом году он состоится в 14-й раз. Подготовку обсудили на заседании оргкомитета, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев. Подробности в нашем сюжете. Наша семья – наша победа. Под таким названием в этом году в Самаре пройдет парад памяти. Он призван напомнить жителям города о мужестве предков, проявленном во время Великой Отечественной войны. Подготовку к шествию обсудили на заседании оргкомитета, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев. Парад памяти олицетворяет связь времен и преемственность поколений, объединяет жителей России, напоминает каждому из нас о величии подвига советского народа, сокрушившего фашизм. Это действительно народный проект. Зародившись как местная инициатива, он притягивает к себе все больше людей с новыми интересными идеями и предложениями. Важно подойти к подготовке парада памяти неформально, а творчески. Ведь это по-настоящему живой проект. Он продолжает развиваться, обретать новые грани. Напомним, 7 ноября 1941 года на главной площади запасной столицы состоялся военный парад. Шествие в этот день проходило также в Москве и в Воронеже, чтобы поднять боевой дух советских людей. Только парад в Куйбышеве, кроме прохождения войск и боевой техники, включал еще и воздушную часть. В небе над городом пронеслись 233 самолета, истребители, бомбардировщики, штурмовики. Также парад в запасной столице был самым многочисленным. В нем приняли участие 25 600 человек. Было такое решение, и такая важность была проведения этого парада, что были средоточены в Куйбышеве войска, и буквально после недельной, короткой строевой подготовки торжественным маршем прошли по площади Куйбышева. Имело это международное значение в отношении союзников, которые тоже видели о том, что Советский Союз сражается, у Советского Союза есть силы и средства для того, чтобы одержать победу над противником. С 2011 года в Самаре каждый год 7 ноября проходит военный парад «Парад памяти». В этом году его проведут в 14-й раз и посвятят теме семьи. Прохождение парадных расчетов впервые будет музыкально сопровождать Центральный военный оркестр Минобороны. Андрей Бессонов, Светлана Кудрявцева. События. Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по контролю за ходом отопительного сезона. Он отметил, что поступают жалобы от жителей. Министру энергетики ЖКХ Михаилу Белоусову глава региона поручил выстроить взаимодействие с главами муниципалитетов, чтобы каждое обращение граждан максимально быстро обрабатывалось, а проблемы решались. Вячеслав Федорищев поручил в РИО главы МинжКХ ежедневно докладывать о текущей ситуации и подготовить предложение по серьезной модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры. В Самаре завершается подключение жилых домов и объектов в социальной сфере к отоплению. Текущие работы и задачи обсудили в Департаменте городского хозяйства и экологии. Совещание провел ИО главы Самары Иван Носков. В рабочей встрече также приняли участие представители районных администраций, профильных служб и управляющих организаций. Подробнее в нашем сюжете. После старта отопительного сезона в городе запустили работу горячих линий, как общегородской, так и в районах. Жители могут обратиться, если они еще не получают теплоноситель. За минувшие дни было около 250 обращений. В основном они касаются устранения воздушных пробок в радиаторах. Большая часть заявок уже отработана. У нас было на городскую линию одно обращение. Оно отработано. По местной линии, которая работает у нас в отделе ШКХ, поступило 10 обращений, 8 отработали, 2 сегодня будут в районе. О работе по планомерному подключению домов и устранению возникающих сложностей говорили на совещании в Департаменте городского хозяйства под руководством исполняющего обязанности главы Самары Ивана Носкова. Также обсудили и текущее состояние завершения модернизации теплосетей в городе. Из 24 объектов, что были в плане на этот год, осталось несколько участков, где работы уже вышли на финишную прямую. На сегодняшний день практически во все соцучреждения подается отопление. В частности, объекты образования и спорта подключены на 100%. А жилой фонд города снабжен теплом на 95%. Давайте так сделаем, чтобы нам друг другу не было стыдно смотреть в глаза. Самое главное – люди. У меня просьба. Вот, наблюдитесь. Из того, что я сегодня слышал, из того, что я вижу по документам, за два дня все эти вопросы можно запустить. Где-то по временной схеме, где-то там напрячься. Но это решаемый вопрос. Комплексная работа по подключению тепла будет продолжена. С вопросами можно обратиться на горячие линии по вопросам отопления. Все номера можно найти на сайте городской администрации. Андрей Грагуленко, Николай Пифанов, Валерий Майоров. События. В Самарской области за неделю зарегистрировали 18 543 случая ОРВИ. Показатель выше эпидпорога на 17%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области. В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 6,9%. В то же время число заразившихся коронавирусом уменьшилось почти на 11% и составило 2706 человек. При этом число госпитализированных уменьшилось на 2,3% и составило 84 человека, а умерло от вируса двое. Чтобы защититься от вируса, врачи рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты. Мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещение и пройти вакцинацию. В Самарской области прививку от гриппа сделали уже более 900 тысяч жителей. Пройти вакцинацию можно в одном из 170 стационарных пунктов, адреса и график работы которых можно узнать на сайте Минздрава. Специалисты отмечают, прививаться нужно как взрослым, так и детям. Родители должны понимать степень ответственности, ведь отказывая своему ребенку в процедуре, они ставят под угрозу его здоровье. Женщина, она девушка, она будущая мать, бабушка, поэтому ей очень важно сохранять свое женское здоровье и передавать его, и передавать вот эти вот ценности непосредственно и воспитывать вот поколение детей, внуков, правнуков о том, что очень важно беречь свое здоровье с молодым. 15 октября во многих странах отмечают Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Сегодня это одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Благодаря современным методам диагностики и лечения многие случаи могут быть выявлены на ранних стадиях, когда шансы на полное выздоровление значительно выше. Чтобы привлечь внимание к проблеме, специалисты Самарского онкологического диспансера организовали автопробег. Он направлен на информирование населения о заболевании и его профилактике. С участницами акции пообщалась Елизавета Прокопенкова. Самарские автоледи решили привлечь внимание к проблеме рака молочной железы и повысить осведомленность о заболевании. Они приняли участие в автопробеге, который организовали специалисты Самарского онкодиспансера совместно с автошколой. На машинах символ борьбы с онкологическим заболеванием – розовая лента. За рулем только девушки. Я работаю в данной автошколе и являюсь преподавателем, администратором. И директор нас пригласил, общее объявление дал. Я в первую очередь согласилась. На самом деле в моей семье, к сожалению, были данные прецеденты. Я понимаю, что это такое. В России рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Ежегодно в Самарской области регистрируют около 2000 случаев злокачественных новообразований этого типа. Болезнь выявляется у женщин различного возраста. В основном от 45 до 60 лет. Но все чаще им стали заболевать женщины моложе 40. Октябрь месяц – это месяц борьбы против рака молочной железы. Именно в этот месяц во всем мире еще раз привлекает внимание наших прекрасных половинок, наших женщин обратить внимание на свое здоровье. Это тоже наше самарское движение вперед в поддержку именно здорового образа жизни. В поддержку того, что каждая женщина должна следить за своим здоровьем и своевременно проходить обследование в поликлиниках по месту жительства. В конце автопробега участницы ждали цветы, подарки и мотопредставления. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах дня. Президент подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрыть госномер автомобиля. Речь идет о рамках и устройствах, переворачивающих номера. Они управляются с пульта из салона. Напомним, раньше за езду с грязными номерами водителю грозило предупреждение или штраф в размере 500 рублей. За езду без номеров, их сокрытие или намеренные видоизменения водители могли лишить прав на срок от одного до трех месяцев или оштрафовать на 5000 рублей. За установку подложных номеров грозил штраф в 2500 рублей, а за езду с такими номерами лишение прав на срок от полугода до года. Пособие по безработице в 2025 году проиндексируют на 7,3%. Его размер составит почти 15 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Расходы на такое пособие были немного снижены с учетом рекордно низкой безработицы. Корректировка такой выплаты произойдет впервые за последние годы. Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации. Теперь это предусмотрено в законе. Также в будущем году на 7,3% пересмотрят размер материнского капитала на первого и второго ребенка. Настолько же проиндексируют пенсии по старости. Впервые с 2016 года это затронет выплаты работающим пенсионерам. В этом году российское здравоохранение полностью перейдет на электронные медицинские карты. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, почти все больницы уже используют электронные медкарты, но также дублируют их в бумажном варианте. Еще в прошлом году Мурашко заявлял, что с 2024 года в стране будет обязательным переход на электронные медкарты. По его словам, мера принимается для формирования ресурса данных, чтобы было удобнее трансформировать систему здравоохранения в России. Сейчас в стране введены единые требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, в том числе в части введения интегрированной электронной медицинской карты. Жители региона приглашают проверить свой уровень финансовой грамотности. До 29 октября Центробанк Российской Федерации проводит ежегодный всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Участники зачета могут проверить, насколько хорошо они ориентируются в финансовых вопросах и получат рекомендации, которые помогут восполнить пробелы в знаниях. Успешно справившимся с зачетом выдадут именные сертификаты. Отвечать на вопросы можно как индивидуально, так и в составе семейной команды. Можно выбрать для себя уровень сложности – базовый или продвинутый. В этом году вопросы посвящены сразу нескольким актуальным темам, в том числе тому, как принимать правильные финансовые решения, когда вы копите на свою мечту. Открывайте свое дело, начинайте инвестировать, решайте квартирные вопросы. Также есть задания о том, как избежать уловок мошенников. Для детей младшего школьного возраста разработаны увлекательные интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с базовыми понятиями финансовой грамотности. Для школьников седьмых по одиннадцатой класса с 15 по 17 октября проводят олимпиадный зачет. Ребята, прошедшие его успешно, смогут без дополнительных испытаний выйти в финал Всероссийской Олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность». Победители Олимпиады получат льготы при поступлении в ВУЗы. Центральный банк России выпустил в обращении инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей. Тираж до 100 тысяч штук, проба 999-я. Монета является законным средством платежа на территории России. Ее обязаны принимать для оплаты без ограничений. Инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» изготавливают из серебра номиналом 3 рубля, а также из золота номиналом 25, 50, 100 и 200 рублей. Есть разница между памятными монетами и инвестиционными. Инвестиционные монеты из драгоценных металлов выпускаются в обращении вне зависимости от памятных дат, и это прежде всего инструмент для вложения свободных денежных средств. Их стоимость максимально приближена к стоимости драгоценного металла, содержащегося в монете. Тиражи таких монет значительно выше, чем тиражи памятных монет из драгоценных металлов. Что касается памятных монет, их выпускают, чтобы привлечь внимание к важным событиям, а также популяризировать историческое наследие России и ее народов. Памятные монеты посвящены выдающимся личностям, городам, памятникам архитектуры, космосу, спорту и культуре. Часто их выпускают к юбилейным датам. На сайте Банка России публикуют план выпуска памятных и инвестиционных монет. В нем отражена вся информация о монетах, которые планируют отчеканить, а также указан перечень банков, которые продают памятные инвестиционные монеты. Чтение – это искусство. Молодые писатели, лауреаты литературных премий со всех уголков России приехали в Самару, чтобы принять участие в творческой мастерской. Читателей Самарской библиотеки ждала встреча с авторами, а также мастер-классы. Переводили рильки, изучали китайскую поэзию эпохи Тан. Подробности в нашем сюжете. Писатель Евгений Кремчугов принять участие в творческой лаборатории чтения. Это искусство, которое прошло в Самарской библиотеке, приехал из Чебоксар. Он начинал свою творческую деятельность как поэт и только в 33 года стал писать прозу. Сейчас у Евгения вышло две книги – роман и сборник рассказов. Творчество – это все равно всегда дело одиноко, и невозможно ориентироваться на читателя, пытаться кому-то угодить, написать что-то, как будет хорошо с точки зрения читателя и так далее. Но в то же время очень важно, потому что когда ты видишь живой отклик, когда ты слышишь людей, которые прочитали твои книги, не обязательно даже, что им там все понравилось, но, по крайней мере, когда написанное тобой нашло какой-то отклик в других человеческих сердцах, вот это, конечно, очень поддерживает. В рамках творческой мастерской чтения это искусство прошли круглый стол и встречи писателей, приехавших из разных уголков России, каждый из которых лауреат литературной премии, с самарским читателем. В момент диалога он происходит во время чтения книг, это самый первоначальный диалог. А так, конечно же, очень важно услышать писателя. Но сами писатели, сами авторы зачастую говорят, что нам читатель как таковой не нужен. Мы пишем, чтобы высказаться в первую очередь. Конечно же, это важно для читателя, чтобы смочь дорасти и до писателя непосредственно, и чтобы смочь привнести в свою жизнь что-то, нечто иное. Очень понравился, очень интересный опыт, который вряд ли где-то еще можно получить. Действительно, во всех трех проектах их объединяет одна большая тема – это процесс глубокого чтения. И как раз-таки на протяжении всего этого времени мы учились погружаться в текст, как-то прочувствовать то, что хотел изначально автор нам сказать и понять, какие средства он использовал для того, чтобы передать свои эмоции и переживания. Первый проект назывался «Читаем, переводим и понимаем рильки». Второй был посвящен эпохе Тан – перевод китайской поэзии. И третий – «Литературные диалоги берега». В Самаре прошла встреча с чемпионкой первенства мира по самбо до 18 лет Екатериной Фадеевой. Она рассказала юным спортсменам о секретах успеха и поделилась ценными советами. Наша съемочная группа побывала на встрече. Екатерина Фадеева – чемпионка первенства мира по самбо. Заниматься спортом начала с 11 лет. Рассказывает, что на занятия единоборством привела подруга. Годы тренировок не прошли даром. На днях на Кипре прошло первенство мира по самбо среди спортсменов, не достигших 18 лет. Екатерина завоевала золотую медаль весовой категории до 72 килограммов. Спортсменка показала высокие результаты, обыграв соперницы из Белоруссии, Украины и Сербии. Обговорили тактику, что я буду забирать правую руку и там уже по ситуации. В принципе, так и было, но я почти ни разу не бросила. Единственное, что у меня балл получился сделать. И в итоге это. Ну, тренера сказали, что все очень правильно я сделала. Я очень благодарна Богу и очень благодарна моим родителям. Особенно тренеру. Очень. Встретить и поздравить Екатерину приехали ее близкие друзья, а также представители администрации Советского района, Гордумы и Самарской областной федерации «Самбо». Они вручили спортсменке памятные подарки и цветы. Нет такого, что вот мы прямо подготовились и из-за этого показали результат. Нет, мы много лет готовились. И были разные проблемы, были травмы, операция у Кати была. Ну, Катя с этим совсем справилась. Работает она, конечно, очень профессиональный подход. Работает всегда с полной отдачей. Поэтому и результат налицо. Очень гордимся нашей дочерью вообще. Потому что для нас это вот прям вот бомба какая-то замедленного действия. Ну, в субботу, смотря, до слез. До слез. До слез. Я просто, я потом, когда позвонила Ане Александровне, уже все. И вот я уже все. И уже плачу. Я говорю, Анна Александровна, я говорю, извините. Говорит, Юль, говорит, все. Теперь, говорит, давай будем плакать вместе от счастья. Сейчас Екатерина вновь начнет подготовку, но уже к всероссийскому турниру под дзюдо, который пройдет на следующей неделе. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. Диана Шнайдер пока не может покорить азиатские теннисные турниры. Баскетболистки Самары уступили в столице, а самарские дзюдоисты завоевали целую россыпь наград на всероссийских соревнованиях. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Уроженка Тольятти Диана Шнайдер потерпела поражение на старте турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо. В матче первого круга она со счетом 6-4, 3-6, 3-6 проиграла бывшей второй ракетке мира из Испании Паули Бадоси. Встреча продлилась 2 часа 22 минуты. Диана один раз подала на вылет, допустила 6 двойных ошибок и взяла 3 гейма на подачу соперницы. Также по ходу матча Шнайдер брала медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом. Баскетболистки Самары уступили в выездном матче Премьер-лиги. Девушки в Москве играли против МБА МГУ Сид. В первой половине на площадке была равная борьба. Соперницы поочередно выходили вперед, но на большой перерыв лидерами ушли гости. Однако во второй половине активнее действовали хозяйки паркета. Самаре удалось выйти вперед лишь за полторы минуты до конца основного времени, но этот перевес удержать не удалось. 64-67 поражение Самары. В Ульяновске состоялся всероссийский юношеский турнир под зюдо, посвященный памяти погибших сотрудников Следственного комитета России. Самарец Захар Мирошников завоевал бронзовую награду в категории свыше 73 килограммов. На всероссийских соревнованиях памяти Михаила Калашникова на призы Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» в Ижевске представители Самарской области завоевали 12 медалей – 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых. Затем в Ульяновске состоялось первенство ПФО с участием спортсменов до 21 года из всех 14 регионов округа. Дзюдоисты Самарской области заняли 10 призовых мест – 4 золота, 1 серебро и 5 бронз. В Италии завершилось первенство мира по каратэ среди спортсменов 14-20 лет. Спортсменка сборной России Дарья Юшкова из Тольятти вышла в финал категории до 68 килограммов среди спортсменов 18-20 лет и стала серебряным призером соревнований. В 63 регионе подвели итоги акции «Лето с ГТО» на церемонии, посвященной десятилетию с момента возрождения комплекса в нашей стране. В номинации «Лучший городской округ» победила Самара, «Лучшим муниципальным районом» признан Красноармейский. Также наградили победителей конкурса «ГТО и я – одна семья». В системе «ГТО» зарегистрированы 640 тысяч жителей Самарской области, 183 тысячи из них уже стали обладателями знаков «ГТО». А за полгода 2024-го в регионе появилось 15 420 человек, успешно сдавших все нормативы. А за полгода 2024-го в регионе появилось 15 420 человек, успешно сдавших все нормативы. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки «Самара» рассказывает в своем телеграм-канале о такой возможности познакомиться с ребенком перед усыновлением, как гостевой режим. Гостевая семья, как правило, принимает ребенка на небольшой срок – от одного-двух дней до одного месяца. Обычно это выходные или каникулы. Длительность, периоды, конкретные сроки определяются организацией, где находится ребенок. Если есть брат или сестра, то дети передаются вместе, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по желанию самих детей это невозможно. Мнения и пожелания ребенка, в том числе периоды и сроки пребывания в гостевой семье, тоже всегда учитываются, а с 10 лет его согласие обязательно. Для оформления гостевого устройства необходимо положительное заключение органа опеки. В Самарской области проживает более 33 тысяч многодетных семей. И в этом году им предоставляется 38 мер социальной поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Демография». Одна из мер поддержки – 100 тысяч рублей при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. Для того, чтобы оформить данную выплату, нужно обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства, напоминает подписчикам телеграм-канал Красноклинского района. Народов много, страна одна. Под таким лозунгом состоится 9-я всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Он пройдет с 1 по 8 ноября. Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Акция состоится в онлайн-формате. Подробнее об участии можно узнать в телеграм-канале Ленинского района. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok